Дорогие друзья, здравствуйте! Хочу напомнить слова Христа для всех нас. Когда Его спрашивали о Его матери, что Он отвечал. Мы неоднократно это видим в Новом Завете. Вот Евангелие от Луки, глава 11, параграф 27. Когда же Он говорил это, Он рассказывал о злом духе, который, выгнанный из чистого дома, если дом не прибран, возвращается вновь и ведет с собой еще друзей своих. Так вот, когда Он это рассказывал, то одна женщина возвысила голос свой из народа и сказал ему, «Блаженно чрево, носившие тебя, и совцы тебя питавшие». На что же ответил на это Иисус Христос? А Он сказал, «Блаженно слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Открываем Евангелие от Матфея, глава 12, пункт 47 по 50, 46 даже. Когда же Он еще говорил к народу, матери, братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. То есть возле народа, рядом. И некто сказал Ему, «Вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобой». Что же ответил Иисус Христос? Друзья, Он же сказал в ответ говорившему, «Кто Матерь Моя и кто Братья Мои?» И указав рукою Своей на учеников Своих, сказал, «Вот Матерь Моя и братья Мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, то есть Творца Всевышнего, тот мне брат и сестра и мать». Друзья, почему же мы всегда все вот эти слова Христа забываем? Нет в христианстве родства, нет святых по родству, нет ближих к Богу, потому что родственники. Этого не существует у Господа Бога. Тот будет Сыном Божьим, кто соблюдает заповеди Божьи. Тот будет и братом, и матерью, и сестрой для Господа Бога, потому что все во Христе равны, как говорит апостол Павел. Нет ни женского рода, ни мужского, ни эллина, ни уйдея, а все Христовы. Это, конечно, не значит, что люди перестали быть мужчинами и женщинами, но нет предпочтения ни матерей, ни отцов, ни братьев по родству человеческому, потому что у Господа Бога другое родство, родство духовное. И все, кто чистым сердцем ищет его, все ему родные. И эти слова, которые неоднократно говорит Христос, он не просто так нам говорит. Давайте все-таки внимательно читать Писание и задумаемся, почему мы не обращаем внимания на эти слова, почему мы многое делаем, именно то, что противоречит словам Иисуса Христа, Сына Божьего. Всем мира и радости познания Слова Божьего.